Привет всем! С вами я Данила Громов и Кейт Деста Четырик. И как тебя зовут, девушка? У меня волос в носу. Сегодня у нас новогодний видеоролик, который должен был выйти 30 декабря, но, к сожалению, или к счастью, он выходит уже в 2021 году. И снимаем мы его в 2021 году. Школьная анкета. У меня 21 вопрос. Такие же вопросы и у Дианы присутствуют. Мы должны вообще сейчас писать... Я где-то ручку потерял. А, вот она находится. Я не уверен, что из этого видеоролика выйдет что-то крутое, но это должен быть ламповый и хороший видеоролик. Я думаю, ты сейчас скажешь, что я не уверен, что умею писать. Давай потихонечку приступать к школьной анкете и периодически можем наслаждаться чаепитием. Мы прям серьезно, как классный час какой-то собрали, только классный час в 22.07 вряд ли когда-то проводится, но почему бы нет. Итак, первый вопрос. Как тебя зовут? Максим. Неудивительно, что ты шутить так не научилась в 2021 году. Но меня зовут Данила. Полное имя Данила. Не Даниил, не Данил. Хотя Данил, в принципе, наверное, можно называть. Но лучше всего Данила. Но в жизни просто Даня. А я Диана. Не Дарина. Не Даша. Я Диана. Меня просто задолбали Дарины называть. Вот хитеры, какие кайки. А тебе нравится твое имя? Вполне. Вот мне раньше, честно говоря, не очень нравилось свое имя, но сейчас как-то я уже кайфую от него. Единственное, мне не нравится то, что у моих детей будет отчество либо Данилович, либо Даниловна. Когда меня назвали Данилович, всех начали назвать. Ну, я не то чтобы первопроходец, но мне кажется, что в этот момент начали всех назвать. И еще вот ни одного человека не слышал, чтобы его отчество было Данилович. Я только сейчас, когда я об этом задумался. Обычно об Артемовиче думают, но если ты Данилович, дай об этом знать. А Дианой тоже до меня не особо называли. Тоже было редкое имя. Да и отчество Диановичей никогда не слышал. Ладно, давай заполнять первый вопрос из 21. Пиши красиво, потому что мы потом отсканируем и покажем зрителям, у кого какой подчерк. Я думаю пригласить Влада на школьную анкету и заставить его тоже писать. Он ответит, то может быть ответит, но что он писать будет, мне очень интересно. Второй вопрос. Твой ник в социальных сетях. Не знаю, какой у меня ник, даже не знаю, что писать, но я сразу же начну писать. Д104ик. Некоторые называют этот ник Диочик, некоторые вообще не понимают, что за ник. Но вкратце расшифровывается Данчик, я не хочу об этом вспоминать. У тебя есть ник в социальных сетях? Пкерсик. 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 Да, как бы персик, но все говорят пкерсик. Справилась с сложной миссией написания ответа на второй вопрос? Лизи. Лизи. Ну тогда сразу же переходим к следующему. Сколько тебе лет? Или сколько тебе годиков? Я не хочу вспоминать правильный ответ для себя, но мне, к сожалению, уже 21 мне? Я заканчиваю на этот вопрос, я не хочу вообще ничего говорить, а тебе получается и... А мне 17. Пока что 17. Вопрос, который, наверное, не очень хочется озвучивать, но так как это школьная анкета, мы должны о нем хоть что-то упомянуть, и впоследствии там, конечно, тоже будет много вопросов. Но давайте начнем с первого. Где ты учишься? Областное, государственное, какое-то там учреждение, Кенишемский медицинский колледж, третий курс. Вау, классно. Владимирский государственный университет, ВЛБУ. Четко. На каком классе или на... Хоть не жрать, блин, ну честное слово, блин, задолбало, оставь. У нас еще только пятый вопрос. На каком курсе ты учишься? Я от пружую, подождите. Мой средний балл. А я один... Блин, я на четвертом курсе. И у меня, скорее всего, это последний курс, что достаточно прикольно. Поэтому четвертый курс, 21 год. Тебе нравится место, где ты учишься? Блин, давай этот вопрос ответим не вот такой штукой, как это называется-то. Это мем, но миниатюр ее можно назвать. Давай ответим по десятибальной шкале. По десятибальной? Десять из десяти. Спасибо, что фокус нарушаешь. Сейчас весь фокус расстроишь нам, и мы сидим в размытии. А теперь, когда все мои преподаватели успокоились... Моя основная аудитория, это преподаватели Дианы, если вы не знали. Они могут посмотреть, они следят. Спецназ, офигеть. Но я поставлю, наверное, шесть из десяти. В принципе, шесть из десяти, это получается тройка. Ну, вот такие оценки у нас любят ставить. Поэтому ничего страшного. Ну, у меня шесть из десяти. Ну, покинешь, я бы поставила меду, наверное, семерку. Чтобы лучше, чем был ГУ был? Нет, ну, реально, если покинешь мне судить, то семерку. Если по России, то... По России? А то по России-то налеталось, во всех колледжах поучилось. Ой, какой громенный опыт у тебя за плечами. Ну, ладно. Вопрос, который достаточно тяжело сейчас будет обсуждать. Кем ты хочешь стать в будущем? Блин, ну вот здесь начинаются какие-то загвоздки, потому что... Ну, вот кем ты хочешь стать в будущем? По профессии медсестрой, а по жизни человеком-пауком. Пауком быть классно, не спорю. Мне, честно говоря, без разницы. Я бы хотел деньги зарабатывать. Я кем бы угодно был бы, но, конечно, к годам тридцати хотелось бы уже более-менее адекватную работу. В плане, чтобы она была более-менее уважаемой. А не то, что я до сих пор 9 лет был уборщиком. Поэтому хочется просто достойную работу. А кем, мне, в принципе, без разницы. В конце видеоролика напишите... Мы там в конце видеоролика вам покажем наши почерки. Скажите, у кого лучше и у кого больше похож на ваш. Ну, а следующий, восьмой уже вопрос, это твой рост. Какой у тебя рост? 165. Блин, я почему-то думал, что 168? У меня 175. Хотя иногда он был 176, и иногда был 177. К сожалению, рост у меня понисходящий пошел, потому что в один момент я достиг своего пика и как-то спал. Возможно, я, конечно, стаптываюсь, но к 21 годику не хотелось бы этого видеть. Вопрос, на который будет тяжеловато ответить. Цвет твоих глаз. Ты до сих пор сама не шаришь, какой у тебя цвет глаз? Ну, блин, я в цветах не разбираюсь. Я бы сказал бы какой-то серо-зеленый. Да? Фигуешь. Я впервые определю цвет глаз. Оказывается, нужно просто смотреть в глаза, и там цвет есть, и вот этот цвет-то выбирать. Я никогда не мог определить. У меня просто, короче, вокруг, я забыла о строении глаза. У тебя радужные глаза? Ну, короче, то, что ближе к яблочку, к беленькому, у меня серенькое, а то, что ближе к зрачку, у меня зелененькое. Ну, вот такой, яблоки в глазах? Что-то я не понимаю, в чем прикол. У меня какие глаза, я не знаю. Зеленые. У меня зеленые, у тебя серо-зеленые. Ну, почти похожи даже, получается. У меня хамелеон, я предпочитаю говорить так. Хамелеон. Ну, блин, будь кем угодно, главное, живи. Цвет глаз зеленый. Серый-зеленый через дефис? Наверное. А зеленый с двумя? Зеленый. С одной? Это зеленый. Или с двумя? Да, блин, зеленый. А что бы нет? Зеленый. Я извиняюсь, что я вот так вот все волосы, блин, делаю, потому что я только что сейчас помылся, и они у меня пушистые. И они все вот так вот хотят сделаться, и это мне не мешает. Я не знаю, как вам, но у меня когда волосы вот здесь касаются лба, у меня прям триггерит эта фигня. Куда ты любишь ходить? Налево. Юмора Дианы. А обычно я стыжу за свой юмор, а походу в этом видеоролике придется Диане стыдиться за него. Зимой мы сильно много-то, наверное, не гуляем, но приятнее всего сходить в центр, погулять, посмотреть на елочки. А если мы берем лето, то я бы, наверное, сказал бы все-таки сходить на Волгу. Мы достаточно часто ходим, и без тебя-то я сколько раз хожу. Мне нравится, я бы написал, что на Волгу. Мой маршрут чаще всего составляет кровать и холодильник. Напиши по улице, да, если хочешь, напиши в кухню, если так тебе нравится. Я не знаю, где мне нравится. Ну, пиши на кухню. В принципе, если ты встанешь и сейчас поднимешь кофту, по тебе будет заметно. Да. Одиннадцатый вопрос, и мы уже на экваторе школьной анкеты. У тебя есть брат или сестра? Интересный вопрос. Интересный. Ну, брат и сестра. Классно. Вот так вот и ответили. Я вообще не задумался, что писать. Я просто забыл, что Влад-то мне не брат. Влад мне не брат и не мой ребенок. Закрыли тему. Твое хобби. Какое у тебя хобби? Сидеть и деградировать. Ну, учиться. Я зубривка. Я все в свое свободное время учусь. И все. Я больше ни хрена не умею, кроме как учиться. Я и напишу учиться. Смотреть сериалы. Деградировать я же написал. Обобщил как бы одним словом. Ну, у меня, наверное, ютуб и футбол. Футбол же тоже может быть хобби. И ютуб может быть хобби. Да, у меня ютуб и хобби. И футбол. С кем бы ты хотел остаться наедине? Я этот вопрос хотел убрать. Но Диана сказала, что вопрос очень провокационный. Ответь на него провокационно. Мне прям очень интересно, что здесь, какая провокация должна быть. Ну, вообще, есть целый список. Из моих игрушек. Мишка, бычок. Сулик, булик, мишка. Да. То есть, когда в 17 лет за тобой охотятся булик и сулик, это, конечно, очень круто. Вообще-то буликом не назвали новую игрушку Влада. Это четко. Но с кем бы ты хотел остаться наедине? Из всех игрушек. Я не знаю. Просто когда я почему хотел убрать вопрос, потому что я не знал с кем, не знал какой интересный ответ дать. Ну, с тобой бы, конечно, было бы здорово. Но при этом, а какой смысл? Че с тебя взять-то? Да вот именно, что-то даже с тобой поболтать нельзя. Школьную анкету пишем, больше улыбаешься и деградируешь. В принципе, подтверждаешь свое хобби. Твой любимый певец? Ой, ну до хрена. Тяжело вообще ответить, кто мой любимый певец. Потому что, чаще всего, это зависит от, так скажем, периода жизни. Потому что в каждый период жизни я слушаю разную музыку. Но можно отметить, конечно, Алфавита. Ливанга Розе иногда нравится. Группа Звери. Какие еще группы-то есть прикольные? Егор Крит. Егор Крит, да. Можно и так. Не знаю. Сейчас, именно сейчас, я слушаю Ника Камори вроде бы. Я не помню, как его зовут. Плюс-минус так. Но чаще всего, если прям берем чаще всего, наверное, слушаю Алфавита. Хотя, вы просто можете зайти на мою страницу ВКонтакте и посмотреть мои аудиозаписи. Там больше тысячи треков. Все эти треки я слушаю. Но здесь, наверное, все-таки напишу Алфавит. А Диана отмолчится и нарисует. Да, мне так проще. Сразу же, следующий вопрос. Надеюсь, есть время у тебя подискутировать. Твой любимый актер? Потому что я очень нередко смотрю фильмы. И у меня нет как такого любимого актера. Но у тебя спектр возможностей. Предвидение того, кто тебе нравится в разы больше. Поэтому задумайся. Актер или актриса? То есть, певец себя не смутил. А вот актер или актриса тут, конечно, сразу стало тяжелее. Ну вот, Зиндею люблю. Прямо обожаю. Селену люблю. Прямо обожаю. Это шутка. Поэтому что люблю. Из великолепного века почти вообще весь актерский состав. Это сразу. Давай переходить к следующему вопросу. Обычно школьная анкета создается именно для этого вопроса. Как минимум, когда я в школе заполнял такие анкеты, у меня было именно так. Кого ты любишь? У меня даже слюна вылетела случайно изо рта. Я почувствовала. Да? Видишь? Слюна любви прям, можно сказать, полетела. Я люблю маму, папу, братика. На втором моменте ты уже начала врать, конечно. Молодец. Так, тихо! Тихо, не портим. Нафиг вырежешь. Это нельзя так говорить. А вдруг посмотрят. Я люблю папу, отстань. Твое любимое блюдо. Все, что можно есть, я съем. Не переживайте. Проблемы нет. Давай, ты это, любишь, куда? Есть вопрос, куда ты любишь ходить? Вот на кухню. Ты должна быть спецом по этому вопросу. Так. Ну, вопрос хороший. Люблю, как кубочку, которую готовит мама. Не знаю, что-то особенного, но люблю. Люблю. Сладкое? Нет, сладкое сейчас уже не люблю. Чипсы люблю, хотя нельзя. Что еще я люблю? Я... Да все, что не приколочено. Я все жру. Умница. Да? Я отвечу солянка. Я люблю солянку. Мне осталось узнать, как она пишется. Солянка или солянка? Значит, я солянку люблю. Я просто дошел... Мы дошли до вопроса, есть ли у тебя домашнее животное. Я понял, что не хватает домашнего животного, потому что в последнее время она очень сильно гавкает. Уже есть. Хотя и раньше был. У меня раньше, получается, был кролик, и он до сих пор есть. Но сейчас появилась собака, которой больше ребят знает, которые следят за мной в Инстаграме и ВКонтакте. Я там часто выкладываю как истории, так и вообще обычные фотографии с ней. Вот. Солянка, блин. Почему я солянку вспомнил сейчас после собаки? Собака Бруня есть. И этот кролик Маня, крольчиха. А у тебя один есть? А у меня есть... Владик. Я бы не хотела не шутить так. Меся. Это моя кошечка. Старенькая. Которой скоро будет 17 годиков. Это важно подчеркнуть, потому что чаще всего на этом моменте люди офигевают. Вы офигели? Я надеюсь максимально. Куда ты хочешь поехать отдыхать? На Бали. Ну и на Бали. Я напишу Париж. Мне в принципе пофиг, куда ехать отдыхать. Но если мы берем вариант, куда бы ты мечтал бы слетать, я бы сказал Париж. Потому что очень сильно хочу видеть Эйфелеву башню. Мальдивы нет, наверное, больше. До сих пор не знаю, в чем разница. В чем там прикол. Но звучит дорого и богато. Поэтому мы говорим. Ну и предпоследний вопрос. Где ты уже бывал? Турция. Сочи. Ну это вот такие курорты. Вот и я думаю. Классно все. Больше я... Ну я думаю, Москва там. Где-то там еще что-то было, наверное. Я не помню. Деревня. А деревня? О, Турция, Сочи, Москва, деревня. Какой интересный путь у тебя получился. Я тоже, по сути, много где не бывал. Но я за границей точно не был. Я могу перечислять города, потому что их не так много. Получается, я был в Москве. Я был во Владимире, потому что я там учусь. В Ивана. Блин, я два раза по пальцу промахнулся. Почему? У меня очень маленький список, поэтому я могу и его затронуть. Был в Коврове. А, это что было? Был где-нибудь еще был. В Ширикше был. Да я в Ивановской области там много где я был. Но если за Ивановскую область... Заволжск. Заволжск, да, так уж и быть. Ну и последний вопрос. Что ты обо мне думаешь? Этот вопрос адресуется, получается, мне нужно сказать, что я думаю о тебе. О тебе? Что ты думаешь обо мне? Как тяжело отвечать на этот вопрос. Кто первый? То есть, кто подлее друг друга подставит, тому будет проще? Хочешь, я скажу. Давай. Ничего, не думай. Чего, ты Диана. 17 лет. Вот вся школьная анкета. Твое маленькое краткое описание. Ага, это что я в медиа учусь. Это уже тоже о многом говорить. Согласен. Хорошая, но коза. О, кстати, прям можно так написать. Хорошая, но коза. Я прям так и напишу. А я напишу мразь. Ну, кротко, коротко и ясно. Мразь. Тебя это устраивает? Тебя будет считать тварью, а не меня. Мне-то какая разница? Он сам себя так называет. А я просто процитировала. Нет, я себя так не называю. Не, ври. Ну что, мы закончили школьную анкету. Мы с ней... Нет, последняя. Подпись. Блин, это же обязательно. У меня такая отвратительная подпись. Я так не хотел, чтобы она была. Я так не хотел, чтобы мне кто-то вконтакте писал, потому что это самые худшие люди. А точнее, это Игорь Гуреев. Если ты Игорь Гуреев, то знай, что ты кака. Школьная анкета закончилась. Не знаю, тяжело было бы, наверное, раскрыться в ней. Но как получилось. Может быть, что-то новое вы все-таки о нас узнали. Может быть, вы теперь знаете, что кто-то из нас мразь, а кто-то Диана. Если вам понравилась такая тема, такой, может быть, ламповый, я надеюсь, он получился ламповым видеоролик, то мы можем позвать на его Влада в рубрику Ватезлав. Мне кажется, будет интересно раскрыть такую персону. Вообще не понимаю, что он будет отвечать на эти вопросы. Но в любом случае это будет интересно. Так что, если этот видеоролик наберет лайков 200, то мы оформим и видеоролик с Владом. Так что, все в ваших руках. Ну а на этом все. Диана раскрашивает сердечками. Мне как-то сердечки не хочется рисовать, потому что я их фигово нарисую и все испорчу. У меня будет документ. Больше мне ничего не надо. Ну а на этом все. Мы с вами прощаемся. Сейчас в конце видеоролика вы увидите все наши анкеты. И, может быть, что-то тут не так было. Что-то, может быть, добавили свое, душу какую-то. Разнообразили ее. Ну а вкратце на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Ну а это все. И это было все. Всем пока.